На пути войск Жукова к столице Третьего Рейха стояла армия генерала пехоты Бюсса. Оборону заняли 3-я танковая и 9-я полевая армии группы армий «Висла», 4-я танковая и 17-я полевая армии группы армий «Центр». Они включали 48 пехотных, 6 танковых, 9 моторизованных дивизий, а также большое количество отдельных частей. Группировку из более чем миллиона человек поддерживали 1500 танков, 10 400 орудий и минометов, а также 3300 самолетов 6-го воздушного флота и воздушного флота «Рейх». В резерве командования сухопутных войск в Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма. Общая же численность гарнизона Берлина превышала 200 тысяч человек. Бюссе оценил перспективу обороны предельно цинично. «Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки». Германские генералы считали, что судьба Берлина решается на русском фронте, удержать который следует любой ценой. Поэтому гарнизон Берлина был немногочисленным. Все силы бросили на фронт. В воскресенье 15 апреля немецким солдатам зачитали обращение фюрера. «Солдаты Восточного фронта. Берлин останется немецким, Вена снова будет немецкой, а Европа никогда не будет русской. Образуйте монолитную общность для защиты не пустого понятия отечества, а для защиты вашей родины, ваших жен, ваших детей, а с ними и вашего будущего». Фразы «Берлин останется немецкой» в домах и заборах немецкой столицы. А в советских частях звучало обращение Военного Совета Первого Белорусского фронта. «Наши члены Белоруссии, под Варшавой и в Померании, в Бранденбурге и на Одере. Славой наших побед, потом и своей кровью завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, чтобы первыми произнести...» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok